Сегодня повод, замечательный повод. Вот эта новая книжка Ильи Франко, ну, вообще, друга нашего дома, я так, в первую очередь, да, я назову, потому что мы уже не первый год встречаемся, и у нас уже были встречи. Книжка называется «Тень от шпаги. Морфология литературного произведения». Надо сказать, что вообще вот книжки Ильи, вот для меня, это всегда какое-то совершенно, какая-то такая, совершенно непредсказуемое, такое непредсказуемое путешествие. Я с удовольствием сюда открываю, и надо сказать, что бывает так, что даже на середине открываю уже интересно, а это, мне кажется, о книжке говорит очень много, то есть она, очевидно, не пустая. Вот и будем сейчас что-то про нее узнавать, про эту книжку. Что-то сначала, да, послушаем. Спасибо. Спасибо. Я очень люблю ваш музей, спасибо большое, что вы меня пригласили рассказать о моей книжке. Я сначала просто покажу книжку, потом я скажу, о чем она, и расскажу две маленькие истории, такой план. Потом я предложу вот три странички, я их озвучу, как бы некие условия игры. И потом расскажу один пример, после чего мы, может быть, поговорим вместе, и вот поиграем или обсудим это. Значит, книжка, да, вот называется «Тень от шпаги». Это слова Воланда из «Мастера и Маргариты». И заголовок «Морфология литературного произведения», которое, в общем, отсылает, конечно, к работе Проппа, «Морфология сказки». Но на самом деле и много в этой книге отсылает и к историческим корням волшебной сказки Проппа. Значит, в этой книге речь идет о том, что я назвал существенная форма. Вот если мы берем какое-либо литературное произведение или какой-либо фильм, то вот есть ли во всех литературных произведениях или во всех фильмах вот что-то, что есть обязательно в каждом из них, вот что-то, какая-то основа, которая обязательна. Ну, например, если мы возьмем какой-нибудь боевик или триггер, то, видимо, есть какой-то герой главный, есть, видимо, какой-то негодяй, с которым он борется, и есть, наверное, то, за что он борется, либо то, за что он мстит злодею. Но есть другие жанры, где нет такой раскладки, и, может быть, вообще нет злодея, и, может быть, там вообще произведение, где вообще только один человек. То есть, тогда, если вообще что-то такое вот общее, или, если мы захотим что-то установить, мы будем просто перечислять. Для такого-то жанра такие-то возможные основные элементы, для такого-то жанра такие. Я просто сразу скажу, значит, существенная форма – это слова Гёте, он занимался морфологией растений, и вот грунтформ, существенную форму, он искал существенную форму в растениях, во всех растениях существенную форму. Вот просто мне понравилось это название, поэтому эта книга, «Тень от шпаги», это книга о существенной форме, но в литературном произведении. И я сразу скажу, что для меня является существенной формой, а потом я поясню. Значит, вот я думаю, что существенной формой любого произведения является следующее. Значит, в произведении есть герой, есть источник жизни, я поясню, что это такое, что я имею в виду. И есть двойник-антипод героя, противоположность некая героя, но тем не менее похожий на него его двойник. И в любом литературном произведении, ну, я не говорю про кино, это параллельно, герой погружается в источник жизни, растворяется в нем, умирает и возрождается. В результате этого возрождения он обретает волшебного помощника, то есть некое судьбообразующее существо, либо вне себя, либо в себе самом, такого как бы даймона, подсказывающего ему, как Сократу, линию правильного поведения. А может быть и в себе самом, и вне себя. Источник жизни обычно представлен либо пожирающим героям мифическим зверем, или прямо наоборот, зверем, убитым и принесенным героем жертву, либо хозяйкой зверей, прекрасной дамой или бабой-ягой, либо стихией, например, морем или снежной бури. И вот я приготовил такие листочки. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас я вот один себе оставлю. Можно один себе оставить? Конечно, да. Я оставлю свой, я тоже оставлю, просто если сейчас он не нужен. Вот. И посмотрите, здесь, правда, плохо пропечаталось, но это персидская миниатюра XIV века, на которой изображен иона, поглощаемый китом, или морским чудовищем, и ангел, который к нему обращается. Это вот на картинке очень удачно, мне кажется, показать, что такое существенная форма. Ну, кажется, что это довольно примитивно, потому что только три элемента. Я немножко подробнее о них расскажу. Ну, вот посмотрите, еще раз, значит, герой, источник жизни, который может быть либо поглощающим зверем, либо, как ни странно, вот прекрасной дамой, вот такой амбивалентной, то есть и бабой, и гой тоже, либо некой стихией, тоже поглощающей героя. И после того, как он пройдет через смерть, он встречается с своим помощником, который является, в общем-то, им же. и он сливается, что дает ему этот помощник? Пройдя через смерть, человек сливается с миром в целом. То есть он уже не единичная личность, а вот он часть мира, и он все чувствует, все видит. И тут еще интересный момент, о котором я здесь не сказал, но интересный просто признак. после того, как человек проходит через источник жизни и встречается с двойником антиподом, он часто видит устремленное на себя множество глаз. То есть какое-то странное многоглазие. И примеры я эти покажу. Это почему происходит? Потому что после того, как он пройдет через это, мир представляется, предстает ему как живое существо, многогранное, в котором он отражается и которое на него смотрит. А поскольку это мир и многогранный, он смотрит многими глазами. И это личность. Это как бы такая ипостась тоже двойника его. Мир становится ему двойником многоглаза. Вот две истории в связи с этим. Это можно принять как условие некой игры такой. И посмотреть под этим ракурсом, что это дает, насколько это интересно ли это в применении каким-то произведениям или неинтересно. Вот. И две истории в связи с этим я расскажу. Одну из них вы знаете. Это, значит, сюжет из поэмы Лангфелла Гаевата. Гаевата выплывает на своей пироге. С ним сидит белочка, которую зовут Аджидона. Видимо, это и есть слово, как означающее на индейском языке белочка. Белка. Вот. И выплывает на пироге и вызывает набой великого осетра Мишинаму. Видимо, Мишинаму и есть на индейском языке великий осетр. Великий осетр поднимается со дна. Вот. Он в боевой окраске, как индейцы его воспринимают, и проглатывает нахаву просто вместе с пирогой. Вот. Великий осетр это царь-рыб значит, по Лангфелу. Гаймата не теряется внутри осетра. Он разворачивает пирогу, ставит ее так, чтобы не провалиться дальше внутри и видит, как работает сердце осетра. Он его сжимает. Вот. И осетр умирает. Но все это происходит в воде. и внутри царя-рыб. И дальше значит, нужно выбираться как-то. Вот. Ну, осетра, конечно, прибивает к берегу. Все равно трудно. И начинают гаевато и белочка работать, и, значит, корябить там изнутри как-то, и разрывать этого осетра. Все равно очень тяжело. Вот. Белочка помогает во всю. Но и снаружи прилетают чайки. вот, чайки. И они тоже со своей стороны начинают помогать долбить этого осетра значит, клювами. И когда они его пробивают, гаевато видит множество сверкающих глаз вот этих чаек, например. Вот. Это одна история. ну и гаевато выходит из-за сетра. В другом там моменте, в другом месте индейец прыгает в дерево, выходит молодым и сильным из него. Это вот такой сказочный, скажем, сюжет мифический. Вот. другая история вторая. Уже более реальная как бы вот молодой человек 20 лет идет по улице большого города осенью и вдруг он видит как на обычную вот картину того, что видит человек, который идет по улице и видит встречных и дома и транспорт и так далее накладывается как бы другая картинка. То есть он вдруг видит берег моря как будто это вот пленка какая-то, которая за этой картинкой обычной или по ней сверху положена. Это не очень понятно. Вот он видит берег моря, но при этом он видит конечно и улицу. И видимо после шторма и на берегу моря лежат водоросли и они пахнут йодом и какой-то мусор, который обычно выбрасывается, щепки там всякие после шторма и видят женщину в белом. Вот. Какую-то женщину, которая на него смотрит красивую. И он это очень сильное ощущение, хотя это как бы накладывается на обычную картину. И он смотрит на это очарованный. И рядом еще лежит, рядом с женщиной лежит дельфин, значит, мертвый дельфин, который выбросил просто во время шторма. и он дельфин такой побитый о камне, там торчит его кожа, она такая, внутренняя кожа, как картон такая. Вот. Значит, и он всматривается в эту картинку, и картинка начинает как-то колебаться, изменяться, усиливается этот запах после шторма йода. Вот. И как-то все это начинает разлагаться, распадаться, включая и женщину, и море, и дельфина, и исчезает. Вот. И через несколько дней после этого такого дневного сновидения этот молодой человек видит еще одно такое как бы сновидение, или это скорее такое ощущение. он видит, или чувствует, что он заключен, это находится при этом дома у себя, что он заключен в какое-то, его тело заключено в другое тело, вот, и которое несколько больше, чем его тело. Оно темное, прозрачное, очень сильное, без головы, и имеет в себе множество глаз. И это очень страшное ощущение, потому что ощущение молодого человека поражает ощущение силы вот того существа, внутри которого он находится. Это может быть это происходит в течение минуты или меньше, непонятно, сколько это занимает времени, потом это исчезает. И в результате вот этих двух историй, это одна история из двух частей, как бы, молодой человек на несколько дней получает странную способность, вот, когда он читает книгу, которую он раньше не читал, он знает, что будет на следующей странице, и не потому, уж он прозорливый, а просто как-то знает. И когда он, допустим, выходит на улицу, он знает, кто ему встретится, и так далее. Но потом это проходит, вот такое ощущение. Значит, я специально рассказал, вторая история, это то, что со мной происходило, когда мне было 20 лет, вот, и я ее специально рассказал, потому, что, когда вы похожие вещи читаете у Джойса, например, в портрете художника юности, или так далее, можно подумать, что это творческая фантазия. Но это на самом деле бывает, и свидетельств этого много, и что-то попадает в литературу, что-то трансформируется. Но вот если мы сейчас, если на это посмотреть, вот на эти две истории, они совершенно разные, вот про Гаевату и про меня. вот, но тем не менее, есть общие вещи, вот посмотрите, да, есть герой, герой не в смысле, там, герой Советского Союза, а в смысле, герой это вообще тот, да, кто приобщается к иному миру, скажем так, ну, античный герой именно таков, к миру богов, там, и так далее. герой, проходящий через источник жизни, который может быть либо прекрасной дамой, либо стихией, либо зверем. вот, у Гаевата там зверь, да, его поглощает, но там есть и стихия, там есть водная стихия, в которой все это происходит, его поглощает зверь, и у него есть, да, поглощает зверь, с которым он потом выходит. Что касается, вот, молодого человека, здесь есть прекрасная дама, условно говоря, есть, есть даже и зверь какой-то, вот, лежит разлагающийся дельфин, есть море, стихия, и все это прохождение через опыт распада, то есть, через опыт смерти, то и другое. Вот, и потом, когда в процессе этого прохождения через источник жизни человек встречает двойника антипода героя, ну вот, двойника антипода. Но, на самом деле, у Гаеваты, я думаю, что белка от жидона, вот, очень похожа на двойника антипода, во всяком случае, это очевидный волшебный помощник, а когда они еще до того, как провалиться в мишинаму, сидят на пироге, то Гаевата сидит, значит, в серединке, а на носу сидит белка от жидона, и дует ветер, и сказано, что, значит, ветер одинаково колеблет перья головного убора Гаеваты и шерсть от жидона, они так похожи, перед тем, как провалиться, вот, и потом появляется, да, что касается двойника антипода молодого человека, это вот облекающее его тело, многоглазое, темное, безголовое, которое как-то, видимо, поделилось с ним чем-то, какой-то своей силой, и интересно, что это можно трактовать с другой стороны и как поглощение какое-то, но все-таки скорее давай некотипу, то есть это он же, только вот усиленный бесконечно, и что касается, тут очень интересно, что когда Гаевата все-таки начинает что-то видеть из продолбленного Миши Намы, он видит как раз много сверкающих глаз чаек, хотя совсем не очевидно, что чайки он мог увидеть там просто голого чайка или клюевый чай, он видит именно сверкающие глаза чаек, вот, значит, я хотел, я вам тоже у вас это есть, вот у меня значит есть это как бы условия игры, что ли, на одной страничке я написал, набросал просто что-то, какие-то признаки источника жизни и на двух страничках приметы двойника антипода, какие они бывают, как они выглядят, это то, что я накопал, занимаясь этой темой, вот, видите, здесь больше немножко, нет, не главное, я прочитаю и немножечко где-то что-то скажу, мифический, сущник жизни, варианты и приметы, мифический зверь, поглощающий героя и издергающий его, это вот один вариант, я забыл, извините, сказать, значит, почему я рассказал две истории, потому что вот в первой истории, первая история совершенно понятно, откуда она идет, она идет действительно из древнего обряда инициации, где мальчики, да, вот, проходили через смерть и их погружали либо в тоннель, либо проносили как бы через изображение пасти зверя, при этом подвергали испытанием, всячески терзали, мучили, давали наркотики, чтобы они пришли в особое состояние, чтобы они увидели что-то особенное, вот, это остаток древнего обряда, который через миф, а миф рассказывался во время этого обряда, а перешел просто вот в сказку и потом в художественную литературу, в рассказы и так далее. Это один путь, вот, но может быть и прямой, это опосредственный путь, как бы, через обряд и через миф, но на самом деле этот обряд, он имеет совершенно человеческие корни, и не обязательно быть первобытным человеком, вот, и его проходить, это можно быть молодым человеком и идти в университет по улице и раз, и произойдет вот этот проход через смерть и появится и звериный двойник, и все, что угодно, и это будет иметь какие-то последствия для жизни человека, и такие случаи, конечно, происходят. и они же тоже попадают в литературу, например, у Джойса или у Жерара Донервалья в повести, у Релия, у Гофмана и так далее, они попадают в литературу, но уже напрямую как бы. А может быть, еще такой путь, что человек сам это переживает, ну, и не хочет это рассказывать, а возьмет просто какую-то старую историю или мифическую историю и расскажет ее как бы от себя, но использует просто свой опыт, чтобы себя как бы не обнажать. Но как тут и откровенно, как Джойс рассказывает про Стивена в своей повести. Там тоже море, там девушка, которая одновременно птица, начинается наслоение разных миров, которые расцветают и так далее. Вот. И потом еще появляется двойник, но это можно сказать отдельно. Значит, мифический перечень вариантов источников жизни. Мифический зверь, поглощающий героя и извергающий его. Или зверь, убиваемый поглощенным и стремящимся наружу героя. Или зверь, поедающий и разгрызающий героя с последующим оживлением оного. Замкнутое пространство. Следующий вариант. Я буду выборочно сочетать. На самом деле замкнутое пространство, в которое попадает герой, это утроба мифического зверя. Пещера, туннель, подземелье, тюрьма, запертый дом, мешок, закрытая территория. Это может быть оживающий дом, как в некоторых фильмах ужасов. Стихия, в которую герой оказывается погруженным. Вода, море, озеро, река, подводное царство, огонь, а также кипящая вода, снег, снежная буря, песок, лес. На самом деле здесь тоже поедание мифическим зверям, отчего стихия нередко сравнивается с живым существом. Хозяйка дома, богиня-мать, бабыга, прекрасная дама, богиня-охота. Следующий вариант. Хозяйка леса в произведении может быть не одна. Герой может встретить как ее положительную, так и ее отрицательную ипостась. Кроме того, могут быть одновременно представлены разные возрастные ипостаси хозяйки зверей. Девочка-подросток, жена или сестра, мать. Грани между этими ипостасями могут стираться, и тогда мы видим девочку, жену, жену-сестру, жену-мать, сестру-мать. Вот, например, в фильме «Зеркало» Тарковского там и мать, и жена похожи, и играют Террифова, да, одна актриса. Герой входит в хозяйку зверей, чтобы затем из нее родиться. Герой поглощается прекрасной дамой и выходит из нее, как из мифического зверя. Герой одновременно и любовник, и фалос, и ребенок. Однако, поскольку хозяйка леса обычно появляется наряду с замкнутым пространством или стихией или мифическим зверем, ее можно также рассматривать как женскую ипостась двойниканти пода героя. Прекрасная дама, будучи очеловеченной стихией, нередко является в виде оживающей картины или статуи, то есть материя оживает, природа обретает лицо, обращенное к герою. По той же причине прекрасная дама может представить как утопленница или русалка, ожившая лицо неживой стихии. Она часто является на фоне моря. Прекрасная дама нередко приносится в жертву, бывает убита, часто зарезана, двойником, антиподом героя или самим мифическим зверем. В роли которого, кстати сказать, могут выступать также автомобиль, трамвай, поезд и тому подобное. И еще один вариант зеркала, в которое смотрит герой и видит двойника. Зеркало равнозначно погружению в водную стихию и может быть представлено водной поверхностью. Но это такой перечень, он очень с одной стороны большой, а с другой стороны важно то, что он единый, то есть это все равно мифический зверь, прекрасная дама или стихия. И маленький вариант может быть зеркало. еще есть вариант дерева. Двойник антиподгероя тоже тут больше вариантов и больше интересного. Это все сжато и на каждый пункт есть примеры. я хотел бы вам это прочитать как такое условие игры действительное, чтобы потом посмотреть вместе. но тут около двадцати пунктов какие может быть двойник антиподгероя на самом деле но на самом деле все равно это символ прохода героя через смерть и какой бы он ни был он будет символом просто смерти олицетворенной. Но тем не менее есть интересные варианты. двойник антипод персонаж оказывающий по своей воле или невольно решающий воздействие на судьбу героя. Это принципиальная характеристика. Он судьбообразующий. При этом он может поэтому явиться с книгой как бы книгой жизни в которой судьба написана. Чтобы это отделять это все условно я буду пункты тоже называть. Второе. Герой видит своего буквального двойника наяву или воображение. Довольно кстати часто это бывает это и есть у Достоевского например подростки это очень часто у Гохмана и писатели часто видят двойников Платонов Гохман есть просто их записи дневниковые где они боялись явления буквального двойника такого же как он и есть. видимо Достоевский двойником антиподом часто выступает брат сводный брат двоюродный брат герой встречает тереоморфного звериного или звероподобного двойника антипода это зверь полузверь или человек в шкуре тулупе и так далее обычно лохматый волосатый бородатый или человек в сопровождении зверя собаки медведя возможны и другие признаки дикое поведение страшные зубы звериный взгляд кстати страшные белые зубы большие такое что-то вампирическое часто бывает у прекрасной дамы в ее отрицательном варианте герой встречает некую тень с большой буквой некий призрак встречает свою тень вариант тени черт мефистофель двойник может являться во сне или как бы во сне то есть представать перед просыпающимся героем как бы в продолжение сна ну например так Свидерегайлов является Раскольникову так Штольц является Обломовым как продолжение сна такой распространенный прием так в романе Белая гвардия Лариосик является Николки Герой встречает двойника антипода в виде восточного чужеземца перса монгола просто смуглого человека человека с узкими глазами на самом деле это вариант тени о чем говорит смуглость иногда высокий рост очень много персов на этой роли в русской литературе или как их называют как Гоголь называет персияни например герой Невского проспекта является персиянином это обычно такой человек который должен решить себе проблемы такой колдун есть такой же и в ночь перед Рождеством но там это не персиянин там по-моему звали который заставлял галушки и вот часто у Гоголя герой является такой личности к персиянину и потом в шинели к Петровичу который не персиянин но сидит правда по-турецки и тоже решает его проблему то есть на самом деле это как бы один персонаж просто он разделен на разные повести персиянин и персов еще много удивительно в русской литературе и причем они все на такой роли двойника герой встречает двойника антипода в виде человека в черном костюме в черном плаще черный человек это вариант тени Герой встречает двойника антипода в виде нищего, оборванца, человека в лохмотьях В виде человека, утратившего социальный статус, ставшего частью природы, вернувшегося в грязь В виде человека, забывшего себя Лохмотья символизирует разрывание, разорванность, растерзанность героя-мифическим зверем Можно всяких нищих вспомнить Девятое Герой встречает двойника антипода в виде лысого человека или карлика В этом случае двойник антипод представляет собой картинку фаллоса Фаллический аспект может быть передан и подчеркнутым наличием шляпы, тросточки А также странной походкой, проблемой с ногами и странной обувью В мифах встречается отделившийся от человека и самостоятельно передвигающийся фаллос О лысых можно поговорить отдельно Это не значит, что каждый лысый в произведении двойник антипод Важно, чтобы сопал много чего Разные признаки Но просто Есть примеры очень хорошие у Пропа В исторических корнях волшебной сказки Когда после обряда посвящения Герой должен перестать быть собой Стать частью мира, природы Чтобы потом охотиться Он сходит с ума Забывает о себе И он натягивает какой-то пузырь Бычий пузырь на голову И ничего не помнит Вот таким вот ходит Вот И таких случаев много Интересно, что и, так сказать, лохматый может быть двойник антипода Наоборот, лысый Но имеет объяснение Все равно это признак того же самого Прохода через смерть Десятое Герой встречает двойника антипода В виде хромого или одноногого человека В самом неравенстве ног заключена картинка Герой и его двойник антипода Герой встречает двойника антипода Обладающего некими двойными предметами Рогами, очками Так двойничество подчеркивается внешней картинкой Появление двойника может предвещаться двойным именем Например Это обыгрывает Набоков у Алития Когда говорит о Гумберте Гумберте Вот И у него черные очки И там Набокову даже не очень интересно разбирать Потому что он, мне кажется, сам все знает И вот Он буквально и рассказывает о том Что вот у него очки И сравнивает эти очки с его именем двойным И потом эти очки лежат отдельно На пляже Черные очки Уже непонятно, чьи имя Гумберта Когда Гумберт был еще мальчиком И К этим черным очкам Он пытается овладеть девочкой в этот момент И к этим и выходят два одинаковых там купальщика Два человека В черных каких-то костюмах Да, то есть это Набоков и во всю играет Очками во всю играет А двойные имена очень интересные Акати Акатьевич, например Который приходит к этого века Значит, двойник может обладать двойным именем И герой, который встречается с двойником Тоже может обладать двойным именем Двойным именем может быть Кинг-Конг, например Это имя двойника Тогда вопрос, кто герой там С Гумбертом тоже, кто же там герой Тогда если он сам двойник Нет, нет Гумберт 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 Герой А двойник Макфатум Которому он заказывает Устройство своей судьбы Которую он потом убивает Может быть герой Который встречается с двойником У него двойное имя А может быть у двойника Двойное имя И, например, у Кинг-Конга Там я специально посмотрел Кто двойник Я просто фильм еще раз посмотрел сейчас Там помощник капитана Джек Который плывет на остров, где Кинг-Конг И там девушка плывет И он по отношению к этой девушке на корабле Выступает как чудовище И красавица Их так и не грязнят Потому что он сурово с ним идет И там вступает Там у него обезьянка где-то рядом Это обыгрывается Что именно он чудовище А на самом деле он герой А чудовище Кинг-Конг Чичиков тоже довольно двойническое имя Чичиков Двенадцатая Двойник-антипод подает герою знак глазами Он подмигивает герою Или имеет разные разноцветные глаза Или он одноглаз Глаза, как и очки Парный предмет Удобный для подчеркивания двойничества Одноногость Это именно двойник Но антипод И тоже вот Одноглазость Двойник-антипод Слеп Или глух Или нем Это тринадцатая Поскольку он, как и хозяйка зверей Не совсем человек Но олицетворение природы и судьбы Жизни в целом Он оживший камень Иногда это человек без лица В фильмах, например В фильме «Земляничная поляна» Двойник-антипод Двойник-антипод подает герою знак головы Он кивает герою Этот жест свойственен И прекрасной даме Двойник-антипод Что-то интересно Да, кивает У Пушкина много кто кивает И дамы кивают И пиковые дамы кивают С карты Каменный гвоздь кивает И медный псарь Ну это известно Да, кивает И даже кивает Пугачев Сразу перед смертью Потом Будучи уже почти не мертвецом Он успевает кивнуть герою Потом уже ему отрубают голову Это я продолжаю Двойник-антипод Часто либо лишается головы Либо повреждает голову Ему отрубают голову Он оказывается смертельно поражен Или ранен в голову Имеет шрам на лице Вот, например Если вы помните Тюмар Три мушкетера Там у Д'Артаньяна Есть двойник-антипод Он, кстати, в черном плаще все время Д'Арашфор И он все время как бы его ведет по судьбе Вот невольно Влияет С самого начала С первой же встречи Д'Артаньян за ним все время гоняется И трижды потом В других произведениях с ним дерется Потом он его в конце концов даже убивает В какой-то момент он чуть ли с ним не дружит С вашим д'Арашфором Но у него еще и шрам Помимо черного плаща Двойник-антипод может предстать перед героем в виде одного лишь туловища Либо одной лишь головы Вот с одной головой интересно Помимо Руслана Людмилы Есть голова Нимера Значит Который является таким советником Одина Старший Эдди А еще интересно Я вот посмотрел кусочек фильма Сейчас как раз Белое солнце пустыни Белое солнце пустыни Таким становится Как помощник Это заодно и восточный такой двойник И лысый Заодно То есть ну как бы нагладывается несколько Интересно когда накладывается А когда ничего не накладывается И главное что влияет на судьбу Помогает Или мешает Но как-то влияет Может быть невольно помогает Пятнадцатая Двойник-антипод часто погибает Символизируя тем самым Проход героя через смерть Через источник жизни Который вместе с тем И является и источником смерти Шестнадцатая Двойник-антипод может быть В виде мертвеца Нередко это утопленник То есть некто явившийся герой Изводной стихии Как ее представить Ну вот у Пушкина там Мертвец стучится А потом еще и буря стучится у него В дверь В окошко Семнадцатая Двойник-антипод сжимает героя Вот я то что рассказывал Во-первых Какое-то сжатие Обычно происходит Ну когда Гаевата проваливается В Мишанаму Там он сжимает сердце Вот то что я Рассказывал Вот там Молодом человеке Скажем так Там тоже было Вот это сжатие Какой-то силой А сжимает Может руку сжать Например Каменный гость Сжимает руку Дона Гуана А например Когда Иван Карамазов Встречается со Смердяковым Таким своим двойником Его все время судороги Значит Схватывают Иван Карамазова Восемнадцатая Двойник-антипода Извините Какого вы рассматриваете Как его двойника-антипода У Ивана Карамазова Смердяков И черт Могут быть Так сказать Их может быть много Да Несомненно Потому что иначе Не получилось бы вообще Никакого произведения Если там Только одна Но все двойники Одна фигура Да Нет Понятно Что фигур много Но почему все двойники То есть Не знаю Почему Из того что вы до сих пор сказали Выясняется Что Создаюсь ощущение Что двойник Это исключительная фигура Она действительно влияет На судьбу И так далее Может ли их быть много Да Я про это скажу сейчас В самом конце Да Конечно Потому что Иначе А Да Да Это интересная штука Об этом интересно поговорить Восемнадцатое Двойник-антипод Обладает пристальным взглядом Вроде взгляда Которым можно сглазить Этот взгляд Нередко герой чувствует на себе Еще не видит Двойник-антипода Такой взгляд невидимки Взгляд сам по себе Как бы лишенный тела Но это конечно Очень хорошо видно Когда Мышкин Князь Мышкин Ощущает на себе взгляд Рогожина Вот Но Еще бывает так Что Взгляд вне тела Очень часто бывает У прекрасной дамы Тоже Потому что Двойник-антипод С прекрасной дамой Очень связаны Тесно Какие-то качества Иногда Вот Переходят И Например В повести В рассказе Гофмана Песочный человек Там глаза Куклы Олимпии Лежат На полу Они вырваны И смотрят на героя И потом они как бы Прыгают В грудь Он чувствует Вот И Незнакомка Блока Тоже Кончается Глазами Которые непонятные Где находятся Даним берегом То есть Они отдельные Это отдельный взгляд Жуткий Такой В общем Девятнадцатая Встреча с двойником-антиподом Вызывает у героя Головокружение А также падение с высоты Или страх высоты Падение часто происходит Вниз головой Это логично Потому что он антипод Падать сможет Почему Головокружение Не знаю почему Но я думаю Что может быть Я двойник Я двойник Я двойник Начинается кружиться голова Падать может Как герой Так и двойник-антипод Но чаще Все же падает двойник Двойник-антипод Нередко оказывается В перевернутом положении Делает стойку Кверх ногами Кружение часто Сочетается со стихией огня Или ее ощущением А падение Со стихией воды С погружением На самом деле Вот Половина Этой книги Которую Собственно Я сейчас представляю Тень от шпаги Первая половина Это про существенную форму А вторая половина Она называется Падение в кустах Это слова Бухмана Фальгенский сталь И это как раз Случай падения В мировой литературе Их очень много И они все связаны И не то чтобы это перечень А вот просто какие интересные моменты С этим связаны Со страхом высоты С боязнью высоты И с падением У Гоффмана У Блока У Пушкина Удивительно Когда начинаешь заниматься Вот удивительно Большая тема оказывается И важная Двадцатая Двойник антипод Может уметь летать Полет Вариант падения Или прыжка У меня тут есть смешной пример Просто Карлсон Например Малыш Малыш Фрэйкенбок Это наверное источник жизни И Карлсон Есть прекрасные картинки Как сидит малыш Карлсон И Фрэйкенбок Кормит их Плюшками Ну а страх И досоты Там есть Карицы Двадцать один Двойник антипод Братается с героем Он и герой Обмениваются Шкурами Или тулупами Крестиками Кровью Водой Или вином Пищей Они спят с одной И той же женщиной Или ухаживают за ней При этом Шкура говорит О причастности Двойника антипода К миру зверей Совместная трапеза О жертвоприношении Мифического зверя И поедании героя Мифическим зверем Секс О прохождении героя Через хозяйку зверей Двадцать второе Между героем И двойником антиподом Возникает Жертвенный нож В разных видах Нож, меч, топор, копье Пол, трость Иногда даже В виде карандаша Или сигареты Двадцать третье Герой Вступает с двойником Антиподом В поединок При этом особенно Характерны В ходе поединка Тесные объятия И катания Перекатывания Через друг друга Например Когда Мцири Встречается с Барсом Вот так они катаются И когда Когда Гумберт Гумберт Встречается С Макфатумом Своим Которым он так называет Они тоже Борются И перекатываются И там так сказано Друг через друга Он перекатывался Друг через друга Он перекатывался Через себя Потом сказано Он и Набоков Прямо это говорит Что это двойник Такой поединок Нередко сравнивается С дружбой Или с любовью То есть отсылает Либо к двойнику Либо к прекрасной даме Двадцать четвертая Двойник антипод Находится в состоянии Измененного сознания И вовлекает В это состояние Героя Алкоголь Наркотики Двойник антипод Может быть безумцем Или шутом Или человеком Утратившим память Либо прикидывающимся Безумным Или утратившим память После обряда Посвящения Инициации Когда И это рассказано Хорошо у Пропа Когда Возвращаются Мальчики Скажем так В деревню свою Они часто Ведут себя безумно То ли специально То ли они действительно Очумевают От всех этих Испытаний И напитков Двадцать пятый Двойник антипод Владеет Особым языком И приобщает К нему героя Это звериный Или птичий язык Это тайный Священный язык Некий универсальный язык Язык природы Поэтому Двойник антипод Часто умеет Говорить на разных языках Нередко Таким языком Предстает музыка И двойник антипод Музыкант Певец Часто он умеет Играть на разных инструментах Двадцать шестое Двойник антипод Является мастером Двойник антипод Шьет Или варит судьбу Вот Мастер Петрович Например Который шьет Шинель Можно сказать Шкуру Новую Вот И Смердяков Например Повар Двадцать седьмое Поскольку Двойник антипод Смердяков Он выстраивает Комбинацию Что произойдет Как повар Который Часть пищи Комбинирует Двадцать седьмое Поскольку Двойник антипод Есть существо Судьбообразующее При встрече с ним Героя Возникает образ игры В кости В карте В шахматы В рулетку Часто Это игра В мяч Двадцать восьмое Последнее Двойник антипод Предстает перед героем В умноженном виде Это вот то Что я говорил Про глаза Это как бы Разграбившееся Отражение героя На колеблющейся В водной поверхности На стихии Герой Видит себя Умноженным Каждой Гранией жизни Он Растворился В источнике жизни С тем Чтобы Ожить Уже не Замкнутой Особью А существом Единым Жизнью В целом Двойник Антипод Может быть Многоголовым Или многоглазым Или многоруким В этом же смысле Он часто Предстает перед героем В виде поразительного Множества живых существ Например Птиц Или рыб Нередко мертвых Насчет рыб Я думал О том Когда О сюжете Одиссеи Когда Происходит Какое-то Побиение Побоище И вот сваливают Трупы Там В разных местах Их сравнивают С такими Убитыми рыбами На самом деле Тут я хотел Чуть-чуть Это последнее Я хотел Чуть-чуть Отвлечься И рассказать Еще одну вещь Вот Должна появиться Многоочитость Должна появиться Многоглазие Вот Если появляется Двойник антипод И Просто я хочу Поделиться Как для меня Это происходит Я вот Это Нарыл Как бы Я вот Читаю Разные Предведения Мне интересно Как что Происходить И Например Я читаю Роман Такого Такого В каком Начал Происходить У него инспектор, главный герой, он выходит на берег моря и видит множество глаз, просто множество глаз, которые на него смотрят, вот колеблются на воде. Дальше нужно это как-то сюжетно оправдать. И вот он говорит, а потом он узнает, что перед Рождеством на ярмарку шел корабль и вез игрушки, куклы в частности для детей, корабль потерпел крушение, все игрушки оказались в море. И вот все эти куклы, на самом деле не очень даже правдоподобно, но все как-то объясняется. Вот эти куклы, их прибило, и вот они колеблются, у них там глаза открываются, закрываются, подмигивают, вот эти куклы, и вот он видит множество этих глаз. То есть объяснение реалистическое этому есть, но на самом деле это такая существенная форма. У меня еще вот три общие замечания есть, помимо этого, как раз вот то, что вы спрашивали. Вот помимо, вот это интересно, помимо основной существенной формы в произведении возникают перпендикулярные к линии сюжета, как бы миражи, проекции этой самой формы. Пустые двойки, или пустые двойники, как я их назвал, и пустые тройки. Значит, есть герой, и есть двойник, антипод. И вот как знак двойничества еще возникают какие-то просто похожие персонажи. Или они похожие и отличающиеся одновременно, то есть как антиподы. Ну, например, когда Свидригайлов уже готов застрелиться, ему перед входом в сад возникают два писаря в одного носа. Они похожи совершенно, один одного носа в одну сторону, у другого в другую. Он их там кормит как-то, с ней выходит какое-то время, потом прогоняет и пускает себе пулю в голову. Вот, значит, два мужика, которых встречаем, когда Чичиков въезжает в город, два русских мужика, у них двойничество такое, доедет, не доедет, проявляется в речи. Таких очень много. Ну, например, помощники... Добчинские, Бобчинские. Добчинские, Бобчинские, конечно. Потому что Хрестаков, ревизор, который появляется в конце и решает все, это вот двойник, а это Бобчинские, Добчинские. Таких и помощники землемера, у Кавки, в замке. В общем, это как бы избитый даже прием. Очень интересный. Ну, очень частый. И пустые тройки, которые, как вот есть существенная форма, и там есть, с одной стороны, двоичность, то есть, герой и двойник, а есть троичность в самой этой форме, с источником жизни. Как богини судьбы, да, вот три Мойры, три Норны, вот, три ведьмы. И очень интересно, три мушкетера, вот такие вот пустые, как бы, тройки, которые возникают в произведениях, в фильмах, интересно, про их герои. Вот, второе, вот это как раз важно. Персонажи, может быть, сколько угодно, естественно, они, конечно... А, ну, то есть вопрос в том, что герой-двойник, источник жизни, а остальные просто так или не просто так, да? Значит, но их расстановка, вот это мое мнение, как бы, которое я могу только с каким-то знаком вопроса. утверждать пока. Персонажи, может быть, сколько угодно, но их расстановка на шахматной доске произведения происходит согласно существенной форме. То есть, ставится, как бы, герой, который представляет автора, ну, так или иначе его представляет. Мне кажется, что, например, братья Карамазовых, это Иван Карамазов. Вот, потом ему придается прекрасная дама, допустим, может быть, в двух разных вариантах. Дальше идут тройки и двойки. Там, может быть, братья, может быть, каждому из братьев дается дама. Там свои двойки возникают. То есть, некий принцип расстановки. Например, у Пастернака в «Докторе Живаго» как минимум три, мне кажется, двойника антипода. Это вот Евграф, который в «Доке», что является признаком которого глаза киргизские, что является признаком, который влияет на судьбу героя, и который появляется практически из стихии. Сначала снега, как бы там, снежной стихии, а потом прямо из сна, когда Живаго болеет, появляется из сна. Вот, например. Но и Стрельников тоже. Я бы назвала, в первую очередь, Стрельникова, мне кажется. И Комаровский. Ну, Комаровский. Да, с собакой своей вообще. И Стрельников, да, потому что там тоже интересно. Там, да, вы же, лучше меня знаете, там попадает Живаго в квартиру, да, где там все время вот эта вот перекличка. Он погибает и стреляет в голову. И когда он падает, там, катышки крови похожи на ягоды Рябины, да, вот, а с Рябиной связан Живаго. То есть он молился Рябине. Да, Рябина его спасла. Спасла, а Стрельникова вот не пожалела и погубила. Вот. Мне кажется, вот так. И как-то это все расставляется, мне кажется, вот при помощи этого. Но я не могу сказать, это как бы то, чем я еще вот мало занимался. Это как предположение вот такое вот может быть. И последнее, я хочу просто сказать, что для того, чтобы мы, как бы, сказать, что на некоменте пот, недостаточно, чтобы у него была шуба или лохматость, а важно, чтобы он влиял на судьбу и сходился целый ряд признаков. Но я хотел, я посмотрел просто пару фильмов, тем, как сюда вот прийти, чтобы как-то можно было об этом поговорить. Я хотел просто рассказать, вот, как это действует на одном небольшом примере. Вот я пересмотрел просто на днях зеркало Тарковского. Ну и вообще фильм, конечно, очень символический, зеркало и все такое. Я даже об этом и не стал бы сейчас говорить. А я рассказал бы только о самом, почти самом начале. Когда героиня сидит на заборе, вот, и ждет, придет ли отец, то есть муж ее, да, придет ли или не придет. И она видит, значит, она смотрит в поле. Вы помните, я, наверное, на всякий случай скажу. Ну, она смотрит в поле, в поле, да, Солоницын играет. Значит, там стоит куст посреди поля, большой куст. И вот из этого, как бы, куста должен выйти человек. Он либо пойдет, он в другую деревню, либо он пойдет к Тереховой, да. Вот. И если он пойдет в другую деревню, если он пойдет сюда, то это отец, и больше некому. А если он пойдет в другую деревню, то это не отец, и значит, отец больше никогда не придет. И вместо отца, то есть, ну, как бы, все понятно. Но вместо отца приходит какой-то вот странный, значит, человек, другой, и идет сюда. И он ошибся просто. Он ошибся, он идет сюда, и, значит, дальше, они разговаривают, как вы помните. Он садил, у него саквояж кожаный. А теперь, по-моему, или нет? Ну, саквояж называют, он называет, да. Значит, он так называет, или я посмотрел в вакциннере. Значит, там какие-то инструменты, но он не открывается, саквояж. Садится рядом с ней, ломается эта вот перекладина, они падают. Вот, она скакивает, женщина. А вот Соломицын, он лежит, вот, и вроде не спешит вставать, и начинает, значит, говорить. Лежит он, да, начинает говорить. Знаете, тут как бы, я точно не помню, вот как тут интересно, тут всякие корни, травы. А вы думали ли о том, что деревья там вообще могут говорить и даже постигать растения? То есть, вот. Вот, он лежит, я просто хочу сказать, что по-моему, это такой вот типичный двойник антипод, который играет Соломицын. Во-первых, он заменяет отца, он вместо него приходит, он на его роли как бы. Потом он несет саквояж кожаный. Вот, и между прочим, я об этом не сказал, но это еще один из признаков. Вообще говоря, вот есть, может быть, странное возближение, вам покажется, но вот черт часто бывает с мешком. И в мешке он носит души, которые он собрал грешные. Вот, но не обязательно, это может быть Чичиков со шкатулкой, куда он складывает списки крестьян, например. То есть, чемодан какой-то, в который часто попадает человек, или там какие-то головы, или бывает корзинку какую-то несет, а тут достает головы. Таких сюжетов много в сказках. Это детские сказки, например, Харлик Нос, да, там, вместо кочанов достает голову. То есть, вот, это как бы что такое, я так назвал, это как портативная утроба такая. Вот утроба мифического зверя, а это вот герой портативный утроб, он несет, как бы, ее с собой, что ли. Частый признак двойника такого. Потом, когда он падает, он лежит в кадре вот так, значит, ноги у него еще за перекладину. Вот он лежит, как бы, ну, почти вниз головой, вот, и лежит он головой в травы. И вот это вообще падение, особенно вниз головой. И такая позиция вниз головой, это похоже на геройника. И он начинает рассуждать о мире, которым окружает, и он говорит, что этот мир живой, и он что-то постигает. То есть, это речь такая двойническая совершенно. Вот именно антипода. В такой же позиции, я тоже посмотрел, недавно пересмотрел, сталкер лежит. Вот, точно такая же, тоже такая диагональ. Головой вниз, ну, режиссер один, значит, головой почти в воду. Вот, значит, в воде там всякая всячина интересная, там, связанная, как бы, с жизнью людей. А с другой стороны, черная собака еще подходит, собака, такой звериный двойник. Надо сказать, что и потом в зеркале, там, в другом сне, мальчик открывает дверь, видит мать, и выходит собака с другой стороны. Но это чуть дальше. Потом, значит, слоницем назовем это так, уходит. Вот, когда он уходит, он оборачивается, он к кусту там приближается, он оборачивается, смотрит на телеку, и вот тут в фильме в первый раз идет живая стихия. То есть, вот это вот знаменитый ветер, волна ветра на героиню идет от него. Непонятно, почему вдруг, вот прямо от него, вот она движется, и потом это много раз в фильме, да, проходит живая стихия. Это здесь не вода, но это вот как, и не лес, но это вот трава, и вот растения, это тоже стихия. Вот, от двойника. И причем, интересно, еще тут двойнический такой момент, он выходит из-за куста. И вот с кустом вообще интересно, потому что куст часто бывает двойником. Как ни странно. Например, это в фильме, это потом обыгрывается сознательно, потому что потом горящий куст. Потом, значит, возникает, ну, так и называется он, горящий куст там в фильме. Вот. А на самом деле, вот, например, куст. Например, в Песочном человеке, Гофмана, там главный герой оказывается на башне с невестой, Натанаэль его зовут. Вот. И он видит вдруг движущийся куст. Вот такая странная вещь там. Он берет трубку, хочет посмотреть на этот куст, случайно видит невесту, хочет ее, сходит как бы с ума, хочет ее сбросить. Потом про куст уже не говорится, а говорится, что там с копола, как бы, его двойник стоит. А Натанаэль бросается вниз, разбивает голову. Это одно из падений таких. Ему кажется, что все кружится, куколка, куколка, огненные круги. И он прыгает. А копола, итальянец, его двойник, смотрит. И когда люди говорят, надо его спасти, оттуда взять, он говорит, ну сейчас он сам сюда придет. И он прыгает вниз головой, разбивается. Вот. А, ну да, с кополой, я об этом уже говорил, копола ему приносил продавец барометров. Он к нему пришел и принес ему очки. Значит, для продажи. И он выложил много-много очков, стал выкладывать. И Натанаэлю показалось, что это все глаза блестящие, страшные, на него смотрят. Вот. Он ужаснулся. Ну тогда копола взял и дал ему подзорную трубку. Натанаэль посмотрел в окно. И там, в другом окне, противоположного дома, он увидел Олимпию, куклу, в которую он влюбился. То есть, это вот здесь, и которую сконструировал на самом деле копола. То есть, здесь как Натанаэль, студент, Олимпия, как такой источник жизни, мама как бы богиня смерти при этом. И копола, значит, двойник-убийца, двойник-антипод, который, может быть, играет положительную роль, может отрицательную. Но интересно, что вот опять эти глаза, опять эта множественность. И потом последний вот момент в зеркале, я хотел сказать. После этого, после этого пожара, кстати говоря, а потом сразу сцена такая, она в черно-белом, сон. Сон Алексея, мальчика. Он видит свою мать. Вы вспомните эту сцену. Она моет волосы. У нее круглый таз. Значит, волосы вот так вот опущены. Вот. Там вода. Вот. И она так поднимает эти волосы. И начинает потом... Руки обнажены. У нее белая рубашка. И она начинает как-то так странно двигать руками. Ну, как может быть во сне. В общем, не мотивирована. Как двигать руками. Вот. И вот этот образ, это, ну, как бы, несомненно такой вот, буквально, хоть из немецкого романтизма, это образ, конечно, богини. В романтизме они называли это богиней Эзида. Вот. Она связана с водой. Поднимается из воды волосы. В женщине это символ вообще воды. И это часто и у Бадлера, и так далее. Вот. Она поднимает волосы. Очень важен круглый таз. И круг вызывает огонь, кстати, часто. И потом, когда мальчик будет там сидеть в фильме и дергать лампу, она будет зажигаться, гаснуть, зажигаться, мерцать. И это будет огненная лампа. И там про огонь вообще много в фильме. И про воду тоже. И начинается распад. Начинается распад всего этого, что видит мальчик. Распадается картинка. То, что я рассказывал в начале о молодом человеке, который смотрит на прекрасную даму или на богиню, и в какой-то момент все это начинает разлагаться. Падают с потолка куски. Какая-то вода течет. Падают, падают куски. И женщина движет вот так руками. И вот насчет двух рук. Это такой символ богини. Значит, вот в критской цивилизации найдены вот такие богини. Вот так они стоят. Это еще и иконография богоматери. Вообще, да. Просто вот богини. И богоматери, и в народных вышивках. Да. И часто к этим рукам есть еще и звери, и рептицы. Или просто руки. Но я просто хочу сказать, что и вот двое зверей, два зверя вокруг богини, для меня это некая тоже существенная форма. То есть вот источник жизни и двойники вокруг. Древняя такая. И которая начинается еще с неолита. Вот в этой знаменитой статуэтке в Чаталхиюке, какого она, седьмого тысячелетия до нашей эры, где сидит, значит, дама с двумя леопардами. Да, по-моему. Вот. И сами руки вот эти вот, они символизируют двух зверей. То есть иногда бывают звери, иногда не бывают. Но вот руки, и, конечно, вы можете, и у Пастернака, это руки Лары, да, вот руки богини. Интересно, я подумал, что даже вот руки женщины, которые в конце концов остановил свой выбор обломов, они тоже как движущиеся, обнаженные животные, только они показаны сзади. Это тоже интересно, что вот именно сзади. Но, тем не менее, она тоже такая, какая-то засасывающая богиня, она, в принципе, изображена. Вот. Вот я вот это хотел рассказать, на самом деле. Вот. Может быть, вот я, может быть, предложу просто вот одно что-то для такого разговора. Вот я пересмотрел фильм еще «Бриллиантовая рука». Например. Вот это интересно, и что там. Вообще, в комедиях очень много, конечно, они все на двойниках построены. В общем, идет еще с античности, с плафта, но это не случайно. Ну, вот, например, там есть, вот, есть, вот, ну, я, если называть именами актеров, то вот, Никулин, Миронов. Вот. И, например, там есть такая вещь, как асимметричность, например, вот, в облике, там, героев, я не знаю. А источник жизни тогда же сюжет тоже там, что-то я не сразу трубая знаю. Знаете, тоже может быть не один, но вот в самом начале, самое явное, это некто, некто, кто, например, может, кого героя встречает, попав куда-то, и который имеет общий язык с его двойником. То есть, двойник, атипод появляет. Только после он может появиться, правильно, да? Нет, 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 может, по-разному, может, до источника жизни, может, потом появиться. Ну, смотрите, вот, если, почему можно поговорить, ну, вот, есть Никулин и есть Миронов. Никулин случайно оказывается на месте Миронова, то есть, в роли его попадают, помните, да? Черт побери. Вот, попадает. То есть, ну, похоже, что это двойник, который влияет на его судьбу и который его во что-то втягивает. Встречается там, в этом городе условном, условной заграницы такой, они проходят мимо одной женщины, женщины, которая говорит, цыгель-цыгель, алю-лю-лю. Это источник жизни, да? Несомненно, да. А стихи Банон и Кужурата, да? Не, ну, смотрите, шутки шутками, но, между прочим, его, эту речь, цыгель-цыгель, алю-лю-лю, Никулин не понимает. А Миронов, ему говорят, я тебе потом объясню. То есть, Миронов, видимо, ну, это все понял, что это означает, он этот язык священный. Алю-лю-лю-лю потом, облика морали, русский туристов. Необычный, это знать. Там еще двойники есть, пустые двойники, они стоят около двери, они как бы, они тоже... А потом два таксиста, в смысле, два лейтенанта милиции. Помните, да? Да. А это тоже... А что снимает, с этой стороны, с этой... И играет один артист, и потом в конце они пожимают друг другу руку. Да, да. Это вот чисто пустые двойники. А это тоже там двойничество. То есть, зачем у Сыск Брюлдурик, да? Там это тоже есть, да. Ну, а вот интересно... Интересно еще вот... Там интересно то, что у двойника, в данном случае у Миронова как бы, да? Если мы героем считаем Никулина, Миронова двойника, а у него есть тоже двойник, тот мальчик, который с флагом там через лужу. Пожалуйста, да. Двойник двойника, а это как понимать? Ну, вот так. Наверное, так может быть. А кто у нас этот самый царь Кащин на золотом чахнет? Ну, кто? Ну, тот, который скрытый там миллионер-то подпольник. Я говорю, кто он по ролевой функции? Не, ну, он, конечно, он такой главный двойник, на самом деле, да? Вот он же судьбу, так сказать, строит их всех. Вот это источник жизни. Я вот это думаю, что может быть причиной? Нет, я думаю, что источник жизни там появляется вот эта проститутка, потом... Почему нет? Источник жизни обязательно женщина должна быть? Нет, нет, там же есть варианты. Да, ну да. Или стихия. Женщина, стихия. Нет, ну, жена тоже источник жизни. Нет, вот я... Ну, жена там, нужна неинтересно, а потом появляется же другая там еще женщина. Ну, понятно. Не виноватая я. Да, понятно. И двойник у нее мурбеколог. Женщины сомнительного поведения, они там источник жизни. В общем, это можно... Что там, что там, что на родине, что за границей. Ну, выходит там. Часто, часто. Но это же понятно, да? Вонятно. Почему, да? Потому что это связано с эротикой. И та, и другая связана с эротикой. Бурдюкова только не связана. Нет, она там когда связана... А папану куда-то срочетается? А вось нет, да вось нет. А, пусть потом оборачивается, оказывается, что это мурбеколог. Мы ждем же эротикой. Точно, точно, точно. Там двойник сложно просто... Точно. Да, она там, да. Гарантирует. А вот это вот... Я просто не симметричность. Это тут все мы знаем наизусть. Я его просто смотрю раз в 20 лет. Вот я немножко подзабыл, я сейчас посмотрел. А несимметричность в облике помните какую-нибудь там? Что-что? Несимметричность в облике. Ну, во-первых, сломанная, в смысле, гипса. Причем фиктивная. Гипс. Ус отклеился несимметричность. Ус отклеился. Потом костяная нога, потом он падает. Он падает, это тоже важно. Серия вторая, костяная нога. Падает, костяная нога. Потом у этого... Шорт на шорте. Это как бы... Брюки превращающиеся. Предвещает костяную ногу будущую, да? А еще есть Кутузов. Миронов у него заклеили глаз, так сказать. Не перепутай, Кутузов, да. И еще один раз там я посмотрел, он в какой-то момент поворачивается, у него одно ухо. Это когда после разговора у этого самого у него ухо вот такое, после него оттрепали. У него оттрепали. От шефа. Оттрепали. Вот так стоит. Ну, интересно бывает. Вот просто можно так смотреть. Мне кажется, это как-то работает и что-то даже говорит. Мне вот как раз хотелось спросить, а что это говорит? Можно задать дурацкий вопрос. Ну, вот смотрите. Ну, давайте так, вопросов много. Хотя, как у такой стихийный председатель, значит, сначала вопросы на понимание, да, как всегда. Есть что-то такое непонятное в концепции? Может быть. Если нет, то переходим тогда к каким-то больше задирательным вопросам и выступлению. Да? Или у вас другое предложение? Нет, я отвечаю на ваш вопрос. Есть вопросы на понимание? Ну, да, я бы хотела все-таки уточнить еще источник жизни. Понятно, да, что женщина, понятно, это источник жизни, просто ее называют источником жизни, да, то, что она рождает. Ну, не все, как-то играет такую роль. Да, играет роль. А она же, кстати, может стать причиной смерти, да, это тоже уже, да, то есть как бы изменить жизнь, да, как с этим. Понятно, что рыба, соответственно, это символ некого чрева и, соответственно, тоже источник жизни, поскольку это чрево, и ты выходишь, и часто ты выходишь как бы перерожден. То есть вот мне не хочется понять здесь вот момент вот этого, момент жизни-смерти, вот, меня интересует в этот момент, да, что и как здесь происходит, потому что для того, чтобы все эти явления, мою любимую тему, на самом деле, вот до этого как пройти, условно, герой, которого мы видим, должен через что-то пройти, да, чтобы измениться. То есть зачем что-то делать, писать картину или там создавать это, если герой входит в произведение одним и выходит, собственно, ровно таким же, да, и у него нет никакой возможности измениться. Поэтому я в этом вижу символ, так сказать, перемены. Он условно проходит через какую-то условную смерть в том числе, то есть это возрождение, да, и дальше он является уже другим человеком, и как мне кажется, я могу ошибаться, я сейчас просто трактую тоже, встречает того самого условного, значит, двойника-антипода, которым он либо мог стать, либо, значит, либо, наоборот, значит, категорически не может стать, там, по каким-то причинам. Но мы знаем прекрасно, что двойники должны встретиться, чтобы самоуничтожиться. То есть двойники не могут быть, они должны, а кто-то из них всегда угрожает другому. А обычно один погибает. Один должен обязательно погибнуть. То есть это вот, кстати, мы тогда в прошлый раз, когда у нас была замечательная, по-моему, встреча в прошлый раз, мы говорили как раз на примере вот моего сарамага, который, о котором я делаю, это так называется, повесть двойник. То есть человек обнаруживает двойника и начинает его преследовать. И это совершенно завораживающая вещь, потому что не понимаешь, зачем он его преследует, он его ищет, он его находит. Это маниакальное преследование. Для чего? Чтобы встретиться и погибнуть, или уничтожить его. Потому что тут нету вдвоем им не быть. Они не могут существовать. Вот я, собственно, так вижу. Тогда этот сюжет, мне становится так яснее сюжет, чем когда он дробится на какие-то невероятно множественные вещи. Нет, и есть единая основа. Потому что если бы это был просто перечень 28 или 29 признаков, и там все просто набрано, это неинтересно. Именно это прохождение через смерть, и герой видит себя. Но это может выступать в таком виде. Например, еще «Убитый двойник» – это в романе Лермонтова «Герой нашего времени» Грушницкий. Грушницкий, конечно. Например, он погибает. Причем он падает вниз. Это важно, потому что это страх высоты. И печенец сначала заглядывает туда в пропасть и видит там острые камни. И на самом деле страх высоты в романе, он с самого начала, еще когда в горах появляется журнал «Печорин» он едет, он пишет, что страшно. Падает Грушницкий, погибает. И у Грушницкий имеет еще целый ряд признаков двойника, еще связанных с шиневью, с его волосами, с его хромотой раной. И еще в уличе тоже двойник. И тоже погибает. Погибает двойник, да, и погибает герой. Да, я не исключаю. Кто-то из них. Он может быть хороший, положительный, он может помогать герою, может мешать герою. Этот герой может быть плохим. Нет, двойник может быть чертом. Герой может же быть не очень хорошим. Вы ему оставляли какие-то не всегда положительные качества? Он прошел испытания и после этого стал мерзации. Но это может же быть. В данном случае, мне кажется, что он остается героем. То есть он центром повествования. То есть важно это, а не то. Да, да, я не меняю эту ситуацию. Мы не произносим героя именно с положительной отцены. Ну да, начинается. Мир Сарель, Сарель не положительный. Вы спросили, да, вот что? Про множественность, да, вот это мне нечестно, не очень понятно. А, про множественность вы спросили, или про что это дает? А, это что дает, это придет еще вопрос. Мы сейчас еще хотим по ходу мелкие вопросы выяснить. Значит, вот множественность немножко озадачивает, что двойников может быть много. Тогда все остальные, кроме одного, пустышки. Или нет, или нет. Потом еще вопрос такой попутно. Вот не очень понятно. Значит, вот эти многоглазость и иногда в виде, может, что там, мертвых рыб или чего-то. Я имею в виду, в данном случае функция, это относится к стихии, к источнику жизни. Это, ну, как бы, спутники источника жизни, или это спутники двойника? Я вот это не совсем поняла. Это возникает после, обычно после появления двойника, вот так я бы сказал. Либо это, но стихия это или двойник, тут не очень понятно. То есть это как бы слито, двойник это вообще, он возникает, как во многом олицетворение стихии, что ли, он оттуда. И поэтому это можно... Олицетворение или порождение, это же все-таки разные вещи. Нет? А? Олицетворение, это как бы тоже он двойник стихии, получается. А порождение, это все-таки чуть-чуть другое. Ну, смотрите, два примера. То есть, если мы, простите, ради бога, может быть, я неправильно понимаю. Нет, и так, и так. То есть стихия это нечто порождающее вообще как бы вот жизнь, да, вот в таком, несколько даже, может, и на домошном состоянии. Вот герой в ней входит и выходит. И иногда из этой же стихии... Олицетворение. Все-таки олицетворение. Посланец, так сказать, стихий. Ну, смотрите, вот два примера разных... Если он влияет на судьбу, то он влияет. То есть, пройдя через стихию, герой выносит из него не только опыт, но и вот такого двойника, который влияет на судьбу. Стихия это как бы зеркало, герой в нее смотрится, в это зеркало и видит двойника в ней, в стихии. Но, вот смотрите, вот, например, когда герой Стрингерга, да, подходил к морю и видел много глаз, это глаза были на стихии. Вот. А когда, допустим, вот кто-то видит многоглазое существо, ну, например, герой повести «Портрет» Гоголя видит на картине, видит сначала вот этого восточного чужеземца, типичного такого двойника, а потом множество глаз там разных. Вот. Это двойник. То есть, эта вот многоглазость бывает и там, и там. Ну, вот так. А как многоглазость сама по себе или множественные предметы, в данном случае особенно мертвые, или один мертвый, одно мертвое животное, как они влияют на судьбу? Или это просто вот как собаки на картине, там, и там, сова у Афины, просто спутники? Нет, нет, они оживают. Вот. Это же мертвецы, которые оживают. А это мертвецы, которые как утопленник приходят, или как старуха в пиковой даме. Часто это кто-то на картине, или ожившая статуя, или вот там конь, череп коня, и змея оттуда. А глаза, глаза? Нет, вот множество глаз. Множество глаз и множество мертвых речек. А означает ли это, ну, вот как в детстве, да, у некоторых детей, не у всех, но вот современных, может быть, нет, да, дети, которые родились в таких религиозных семьях и так далее, у них в какой-то момент их жизни возникает ощущение, что они живут вечно под наблюдением, да. Умерли бабушки, девушки, где-то они умерли, но они, им сообщаешь, они не умерли, да, они здесь, они где-то здесь, да. И вот это, вот, ты как бы стоишь в окружении этих мертвецов, и это вообще для ребенка, это, конечно, невероятное испытание. Или, скажем, вот, когда мы говорим на миру, и смерть красная, это ведь не значит, что мы стоим в толпе и умираем в толпе, но мы принимаем чей-то пристальный взгляд на нас, их много, этих взглядов, это не единственный взгляд. Мне кажется, что да, в этом, да. Тогда вот и на меня нацелен сумрак ночи, тысячи биноклей, на осень, если только уложишь. Это ведь из Гёте, это, значит, вот это вот, я не помню дословно, но темнота ночная, с которой смотрится много, смотрит много глаз, это Гёте-овский образ, он перешел к Лермонтову, есть в Муцири, он вот из куста, из каждого куста, не помню точно. Вот, и потом вот он оказался у Пастернака, да, в таком виде. Нет, это, ну, интересно. Единственное только, что я, я пытаюсь, как бы, естественно, хочется сразу примерить всю вот эту, не могу сказать, что это схема, потому что схемой её не назовёшь, она слишком много предлагает вариантов, да, но некий такой принцип, да, вот подхода к произведению, что у меня получается применить это ко всему, пока, пока. Я думаю, что нет такой вещи, где этой существенной формы нет, но, во всяком случае, я хочу просто сказать, что, конечно, мне интересно вот этим заниматься, это искать, смотреть, вот, и я просто что делаю? Я ведь, это я не занимаюсь наукой, но я, как бы, иду по следу, я вот смотрю, нахожу признаки и смотрю, что будет дальше. И, вот, например, про то, как расставляются на шахматной доске произведения все двойники, тройки, двойки и так далее, я точно сейчас не могу сказать, потому что эта тема для меня новая. Вот, но я могу сказать, что вот моё предположение просто, то есть тут у меня нет точного такого ответа. А вот ещё вопрос. Собственно говоря, это такая игра уже становится. Игра, да, конечно. Это не наука, потому что наука что-то пытается доказать, отвергнуть, доказать, отвергнуть, а это как некое такое произведение, которое всё хочет под себя собрать, да? Понятно. А вот сразу возникает соблазн, вот если, допустим, новая книжка в руках оказывается, да, сразу возникает соблазн начать эту игру? Или всё-таки это со второго раза? То есть книжка сначала, ну, грубо говоря, прочитывается вот как бы прямым, так и интересным. Нет, это заразная вещь такая. Сразу же? Я вас не предупредил, извините. Это испортит вам всё последующие часы. Вы больше ничего не будете читать с удовольствием. Вы просто начинаешь читать, и как, ну, я говорю, встречаешь, видишь, ага, двойник, ждёшь, и ждёшь признаков. Вот, например, я перечитывал, перечитывал «Дым» Тургенева, значит, и там, я не помню даже героя, сейчас уже не помню. Я уж точно не помню. Ну, вот, я вижу двойник, вижу, что это двойник, я жду, что с ним произойдёт в конце, значит, должны, по идее, его убить как-то. В общем, ничего, или лишится он головы, или чего там, что-то с ним будет, вот, ну, вроде так, вот, по сюжету не похоже, но я жду. Просто я теперь так читаю, к сожалению. Вот, я и жду. Дальше... Так вам теперь интереснее читать или нет? Не знаю. Нам интереснее, интереснее вам читать. Другой интерес. Другой интерес. И дальше я, значит, двойник, в конце романа разговаривает с героями, его не убивают, кстати, он остаётся жив. Но он говорит, а помните ли вы там про Ваську Буслаева, это двойник говорит, вот, там лежал камень на дороге, и вот Буслаев, Васька Буслаев шёл, споткнулся о камень, упал вниз головой, разбил голову, а он думал, что он перепрыгнет. Вот. И вот, я, говорит, вот такая голова, я, говорит, как голова, которая лежит на земле, через которую вы, спасибо, вам не перепрыгнули. Вот это, так сказать, речь двойника. Но он реализует вот эту вещь, но вот просто своей речи сам не погибает. А можно такой детский, общий вопрос, не по частности, а сущностно-принципиальный вопрос. Значит ли это что? То, сам художник, он просто вынужден свыше идти по этим законам, раз, или он, так сказать, скорее всего, несознательно он это делает, правильно я понимаю? То есть существует нечто, как есть законы физики, так вот есть закон, допустим, художественного произведения, который давлеет над художником. Значит ли это, что если подобных признаков нет, это произведение не является художественным? Если нет, да? И, примыкающий к этому вопросу, только в художественных или вообще в любых текстах? В любых. То есть, грубо говоря, я так понимаю, в любых, будь то драматургия, проза, поэзия, фикшн, фикшн или нонфикшн, видишь, даже фикшн, фикшн, нет. Прошу прощения, а музыка? Ничего не могу сказать, полный профан. Музыка программная, друг, полный профан. А можно сказать, что есть какой-то прототекст, то есть первоначальный текст. Ну, то есть, я не знаю, кем-то когда-то созданный, да? Ну, то есть, мы сейчас зайдем далеко, я, конечно, такую ерунду начал порвать. Нет, это подтверждает просто божественную природу. Который потом как халка начинает вот как бы простыть, волей-неволей, художник, конечно же, мне кажется, что специально художник не делает этого, да? То есть, он живет по неким законам, которые ему уже... Потом не все знают это и не... Да нет, и знать этого не надо. Это знать не надо. Это не надо знать, ты уже знаешь, у тебя уже есть это знание, оно не должно быть... Я говорю, это подшручивое чувство, ты нам уже ничего не написал, теперь мы... Это подшручивое божественное происхождение, творчество, общее, значит, управляет любым творцом, и он таким образом, значит... Я просто... Я попробую калерсный вопрос. А не может ли быть это некой такой идеей фикс, да? То есть, в каком плане? Любую конструкцию, в которую мы верим, как правило, мы под нее можем подстроить всю человеческую жизнь. Мы можем доказать ее в каждом примере. Мы можем найти то, что нам хочется в любом проявлении. Может быть, это такая шутка судьбы? Можно я отвечу секундочку? Немножко, я промежуточно. Саша, тут есть один момент, который, собственно говоря, и есть чтение. Что такое книга? А вот ты, у тебя и у меня две разные книги, хотя на ней одно название. Понимаешь, да, о чем идет речь? То есть, каждый из нас будет читать другую книгу. Восприятие. Дело не восприятие, а множественности, из чего ты состоишь. Из знаний, из личных ощущений, из сенситивности, из характера, из реакции на какую бы то ни было вещь. И мы прочитаем две разные книги. Но некая общая, да, вот то, о чем говорит Илья, некая вот общая конструкция, все равно там останется. Она будет, она так или иначе будет. Я согласен, мало того, я даже считаю, что мы прочитаем разные книги, но скорее все-таки не противоположные. Они могут быть почти противоположными. Давайте дадим слово автору. Нет, а мы же, извините, у нас Илья предложил нам разговор. Нет, конечно, да. Я просто хочу понять, может ли это быть просто ошибкой, вот вы сейчас ищете, а кто ищет, тот обрящет. То есть вы находите неминуемо, потому что вы заболели этим, и теперь вы обречены найти это везде. Да, да. Как это проверить? Сейчас я попробую. Я думаю, что и мы заболели. Разные вещи. Во-первых, я хочу сказать про источник жизни, что это некий такой большой икс, на самом деле. То есть я сказал, что это вот прекрасная дама, зверь и стихия. Я же не сказал, как это составлено и в чем там суть. Это икс. И как герой проводится автором через это, это дело автора, и это большая тайна, и мы этого не знаем. Я просто указал, что это вот есть такое. Вот как это, то есть, и поэтому знание вот этой существенной формы и так далее, не дает возможности делать суждение качественное, это произведение. Хорошо это соблюдает существенную форму, а не хорошо. То есть я не могу, нет у меня способа сказать, что хорошо, что плохо, значит, научного, да, и слава богу. То есть это не трогает, на самом деле, источник жизни, он остается. Это вот первый был такой вопрос, и я на него ответил, мне кажется. Значит, потом сознательность автором. Насколько автор это все сознает. Тут разные вещи. Вот вообще, я думаю, что это не важно, сознает он или не сознает, это просто у него будет. Потому что как-то вот, ну, я не вижу, чтобы это кто-то обходил. Это как-то вот общее, мне так кажется. Но кто-то просто что-то знает из мифологии, да, и специально это делает. И когда Пастернак говорит о рябине, и она там кормит зверей, и потом там женщина в этой рябине, конечно, он все это знает, это мифология, он знает и делает это совершенно сознательно. Когда Набоков что-то играет с двойниками, он очень много делает сознательно. Есть просто такие авторы, вот, или там Томас Манн очень много дел. А кто-то, кто-то совершенно бессознательно, и вот. Ну да, есть мало образованные авторы. Ну и не обязательно. Я не знаю, что вот сознавал Пушкин или не сознавал, когда... Нет, опять же, Пушкин это классическое образование. Классическое образование. Да нет, это не зависит от образования. Мы не знаем, это не нас. Я говорю о знании, простите, о знании мифологии, о знании писания и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, вот, человек, там, деревенчик, как Атсахи, у которого... Я понимаю, что неважно, что он может быть художником, я понимаю, что это неважно образование в данном случае. Я имею в виду, что он-то уж явно не сознательно, если он следует этим законам, да, то он наверняка не сознательно, потому что он не знает, Боже, сохрани, ни мифологии, ни того, ни того, как церковно-прихазская школа, допустим, да. И я говорю, и как вариант, может ли это быть в таком случае неким, извините, что за провокационный вопрос, инструментом, коль скоро здесь этого не присутствует, то сиение есть в художественной произведении. Нет, ну, мне кажется, он вообще везде присутствует, но это никак не влияет на качество, мне кажется. Я опять же говорю, что, может быть, раз не присутствует, можно сказать, что-то это, наверное, не присутствует. Речь о том, что это присутствует везде, такова идея не влияет. Я как человек, который всегда что-то тоже немножко соображаю, говорить это присутствует везде некорректно, потому что никто из нас всего не читал. Нет, совершенно верно. Это просто априори не может быть. Это разговор о научности, то, что вы говорите, насколько это так и не научно. Это не научно, это миф. Это признак, по каким-то признакам вы создали вот такую... Конечно. Я не встретил в своей жизни еще книги, которые это не было бы... Я уважаю, я понимаю, что я прочитал не две книги, безусловно, я понимаю, прекрасно. Просто это идет, видите, действительно, я шел просто по улице, да, и я как-то это на себе вот увидел. Это был толчок. Конечно, и поэтому, поскольку я на себе это увидел, я вижу это в других вещах. И когда я говорю про страх, про боязнь высоты, я вот написав эту книжку, я избавился от боязни высоты, которая у меня была. Потому что я начал смотреть, почему боязнь высоты, вот я начал смотреть разные случаи, связанные с двойником. Вот. И то есть это для меня, ну, совершенно живое, такой, мой живой мир, в котором я живу, вот. Это, конечно, как я сказал, не наука, это некая вот форма или схема, которая ненаучна. Так же, как, например, ненаучна схема Фрейда и дипов комплекса и так далее. Она ненаучна по той же простой причине, что она... И за это ее, собственно, Карл Поппер и так далее упрекали, потому что подогнать можно все под нее. Но ее накладываешь, и она часто бывает удобна. И она сыграла свою роль в культуре. Вот. Потому что эта схема является таким мифом, который создал Фрейд, и который стал работать. И он что-то осветил. И тут, вот, мне кажется, это такого типа. То есть она, как бы, это художественное создание, которое, мое, как бы, художественное создание, которое, действительно, не является, вот, не научно проверить все. А именно, вот, как в художественном создании хочется создание, хочется все собрать, связать, вот, разными ниточками, как в произведении. Вот. Что это дает? Ну, вот, я вам пример маленький привел, вот, как бы, разборка двух эпизодов «Зеркало». Видите, ну, как бы, схема простая, но, когда я посмотрел через нее, вот, на эти два эпизода, мне что-то, у меня что-то прояснилось. Вот с этой богиней, с пожаром, с кустом, со стихией, которая начинает двигаться от куста, с двойником, который лежит так, и это есть и в другом фильме. То есть это некий ключ, который помогает что-то увидеть. Что-то еще считать, что было мило. А теперь такой интимно-личностный вопрос. А вот ваше то видение, оно что-то для вас потом как-то вас изменило, что-то в вашей жизни произошло? Мне было 20 лет, вот, и, ну, я вообще не собирался писать книг, у меня не было такого. Вот, и я начал писать стихи, я начал думать и писать потихоньку вот это. Потому что эти книжки, ну, это и другие книжки, они вышли в 14-15-м году сейчас. Но писать я думать начал тогда, в 83-м, когда это произошло. Вот. Вот, и я начал заниматься языками как следует, потому что встреча с двойником многоглазым, это, так сказать, часто вот это связано именно с многоязычностью. Вот. Вот. Это совсем похоже, но чем-то, да? Это, конечно, нет. Это, конечно, нет. Параллели к сумасшествию очень много. Нет. Это, конечно, идеи фикс, потому что это ходишь, и вот, ну, на самом деле, вот, когда этим занимаешься, ты думаешь об одном и том же, и идешь, идешь годами. И, ну, ну, и что ты начинаешь видеть только тогда, потому что человек может сосредоточиться пять минут, час и так далее, а это тебя, как бы, забирает, да? Более того, у меня папа был психиатром, поэтому могу сказать точно, что разницы между шизофреником и гениальным человеком грани найти невозможно. То есть, как правило, все гени, они, конечно, шизофреники, естественно, в той или иной степени. Вообще, люди искусства, они все чуть-чуть шизофреники. И совсем глубоко больные люди, поэтому не обязательно творческие таланты. Бернардшоу говорил про зрение, говорит, что нормальное зрение, нормальное зрение, нормальное зрение – это редчайшая вещь. Норма вообще понятия количественные, к сожалению. Это определенно. Еще вопросы? Нет, замечательно, очень интересно. Спасибо. Ну, я тогда просто скажу, что вот это в этой книжке есть. Кстати говоря, там есть... Может, у меня есть вопрос, если я про себя забыл? Расшифруйте название все-таки «Тень от шпаги». Расшифруйте немножечко. А, сейчас скажу. Я хотел просто сказать еще, что там есть разбор. Мне было интересно посмотреть современное какое-то произведение. Я взял Водолазкина, Лавр. И я его развинтил, развинтил, разобрал. Ну, правда. На самом деле, мне кажется, что если бы Водолазкин прочитал бы как-нибудь мой разбор, может быть, он бы немножко по-другому писал бы. Потому что, когда человек уже начинает осознавать, что вот это есть, уже так не станешь писать. Потому что если ты видишь, что все раскладывается, и так... Надо искать тогда какие-то другие пути. Это что-то должно, мне кажется, менять. То есть, когда... Вот это было некоторое разочарование, да? Когда так легко разложилось. Вот это мне нравится. Про это мы как раз только говорили. Значит, оказывается, чем сложнее раскладывать... Бывают интересные ходы. Какие-то интересные ходы всякие, да. Тем это замечательнее, что она держит. Настоящая книжка, она должна вообще иметь вот такую много-вариантность вот этих... Лавра довольно простая. Просто лавра называется, да. И все из других произведений, как бы, переключка. Вот. Я, кстати, тоже у меня с Лаврами не случилось такого... Хотя мне понравилось. Я чувствую, мне очень понравилось. Ну, чтобы такой вот восторг, который мы здесь... А еще был какой-то вопрос. Был упа про тень от шпаги. Да, да. Тень от шпаги слова Воланда. Что вещи отбрасывают тень, и не только там добро есть, но и зло. И так в этом смысле рассказал тень от шпаги. Вот. Это, значит, книжка. На самом деле там три части. Сначала идут некоторые статьи, которые говорят о существенной форме. Потом идет часть, большая тень от шпаги, куда входит разбор лавра, кстати. А потом идет падение в кусталь, именно вот падение с высоты. Тень от шпаги, самая темная часть книги, в смысле темная, в смысле страшная, я надеюсь. В смысле непонятная. Это о двойнике убийцы, и о сглазе, и о том, как герой при помощи, заказывает двойнику убийство другого героя. То есть, как, например, Иван Карамазов как бы невольно заказывает убийство Смердюкову. И тот все выстраивает, как у Набокова, главный герой Лолиты, Гумберт-Гумберт, заказывает убийство Макфатуму за убийство жены. И там это вот все расписано. Такие заказаны убийства через двойника. В частности, не только это. Вот. Вот об этом тень от шпаги. Я сначала это написал. А скажите, пожалуйста, вот это грунтформа, то есть это, вы сказали, это термин Гёте, который первый потребил. А вот этот ваш перевод, существенная форма, это ваш? Нет, нет, так принято, да? Это такая традиция перевода. Базовая форма. Так обычно. Что базовая форма я встречала, основная форма. А существенная вот как-то впервые. Я встретил, я использовал, я даже не помнил, что это грунтформа, я потом посмотрел. Я подумал, что скорее всего это грунтформа, и посмотрел действительно грунтформа. А в каком сочинении Гёте это отличается, не помните? О морфологии растений, вот точно название не скажу, но о морфологии растений... Тогда это не может быть существенная, потому что есть какая-то оценка. Это основная форма. То есть основная форма и вариант. Мне понравилась существенная форма. Нет, нет, это немножко существенная. То, что имелось в виду у Гёте, я имею в виду, что совсем другое. То есть это такой уже далеко отошедший, как говорится, от Гёте. Нет, ну это, конечно, Гёте тут на самом деле ни при чём. Просто красивое, мне кажется, сравнение с тем, что Гёте рассматривал листочки и видел там... Общую структуру. Общую структуру. И чем-то это напоминает источник жизни двойников по бокам, это в его рисунках. Мне это понравилось просто. Но это просто сравнение такое. Просто красивая фраза. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.